Всем привет! Смотрю, как обычно, видео всякие и кушаю вот такую вот вкуснятину. Да, еще хочу показать. Я обрезала все-таки этот кактус. Он уже довольно-таки подрос и верхушку, которую я обрезала, вот я ее посадила. Из разряда похвастушек хочу похвастаться новым таким вот ноутбуком. Как вы помните, у меня был раньше Acer фирма, теперь у меня Asus. Намного мощнее, чем у меня был предыдущий. И этот даже намного мощнее, чем у нас стоит стационарный компьютер, который стоит дома, он не переносной. Он всегда у нас был намного мощнее всех остальных каких-то девайсов. Но вот этот мы приобрели специально для меня, чтобы можно было монтировать видео, потому что на старом ноутбуке видео очень долго монтировались, тормозила программа. Сейчас таких проблем, конечно, уже нет. Может быть, кому интересно, вот такие вот параметры у меня. И еще хочу похвастаться вот таким вот чехлом. Я его сшила сама. У меня была раньше такая футболка старая. На ней была нашивка такая в виде девушки с такой вот шапкой. Не знаю, наверное, видно не будет. Такая шапка у нее из какой-то, я не знаю, может, лисы. Вот даже такой как бы нос торчит на шапке. Это чехол у меня для кистей. Как уже ранее упоминала, на работе также крашусь. И поэтому, чтобы не это искать, это все в сумке, как я делала раньше, я сшила чехол и купила, как бы, кисти. У меня их два набора. И одним набором я пользуюсь дома, а второй я отнесла на работу и пользуюсь им там. Забираю домой только для того, чтобы помыть эти кисти. И выглядит сам чехол изнутри вот таким вот образом. Все кисточки, которые мне могут понадобиться, здесь присутствуют. Кисть для пудры, для румян, для хайлайтера, для теней, для прорисовки складки, либо растушевки. Такая скошенная кисточка. И для детальных таких участков. И, конечно же, для бровей. Да, заметно, что не очень может быть аккуратно сделано все, но я шила вручную. Раньше у меня кисти хранились в таком прозрачном пакетике обычном. Сейчас вот в таком вот чехольчике. Я думала приделать здесь какую-нибудь завязочку, может быть, пуговку. Но решила оставить так, как бы, так тоже неплохо. И еще я приобретала вот такой вот коврик для того, чтобы заниматься. Я выкладываю в группе ВКонтакте всякие диеты, всякие, я не знаю, упражнения бывают. Я выкладываю. Из этого можно заметить, что я интенсивно занялась своим, как бы, здоровым, может быть, образом жизни. Я не знаю. Ну, какой-никакой нормальный такой спортивный, можно сказать, образ жизни у меня начался. И вот прикупила себе вот такой коврик. Он идет размером полтора метра в длину. в ширину, по-моему, 80 см. По-моему, да. Или 80, или 60 см. И здесь вот толщина коврика получается 8 мм, по-моему. Что-то такое. Мне очень он понравился. Я взяла вот такой вот пористый. Если заниматься в каких-то, я не знаю, там лосинах и в спортивном топе, то получается, что у вас ничего не ездит туда-сюда, как это обычно делается, там, я не знаю, на ковре каком-то, может быть, на подстилке какой-то, потому что до этого я занималась просто на обычной подстилке. И это было не очень удобно. Еще хочу показать такую вот прикольную вещь. Называется она turn off the lights. Это функция выключения света при просмотре видео на ютюбе. Очень мне понравилась эта функция. Я как-то нашла видео с уроком, как сделать. И вот хочу с вами поделиться тоже. Есть такой сайт, называется интернет-магазин Chrome. И в этом магазине есть очень много всяких приложений для Google Chrome и для самого YouTube. Здесь очень много всего на любой вкус. Можно посмотреть, почитать. Но именно приложение, которое нам нужно, называется вот таким вот образом. Вот его название. Можете в поиске сразу вбить такое название, либо просто зайти на сайт интернет-магазин Chrome. Нажимаем кнопочку установить бесплатно. Здесь нам пишут, действительно ли вы хотите и бла-бла-бла. Нажимаете добавить, вот у нас добавилось. И вот здесь в углу у нас появляется вот такой вот значок в виде лампочки. И сейчас я вам покажу, как это работает. У меня уже есть открытое видео. Видео Катюши. Мы нажимаем на play и нажимаем вот этот значок в виде лампочки. И соответственно нам ничего больше не мешает. Никакие надписи, никакие рекламы у кого они всплывают. Не напрягают глаза. Ты смотришь и обращаешь внимание только на то, что в видео. Досмотрела уже видео Катюши и вспомнила, что я не сказала, как выйти из вот этой функции включения-выключения света. Можно либо также нажимать на этот значок. Включаете, выключаете. Сейчас я включу. Либо можно просто, вот я досматриваю видео, нажимаю на пустом месте просто и пишу комментарии, лайкаю, к примеру, там все что угодно делаю. Но если нужно включить, то вы опять нажимаете на этот значок. Отключить можно еще раз повторюсь. Либо вот так на значок нажимаете, либо на пустом месте. Да и хотела показать вам. У меня есть уже 10 выпуск Avon. Сижу просматриваю сейчас. Очень в принципе много всего интересного, но меня заинтересовал вот такой вот топ. Он двусторонний идет и как с внешней, так и внутренней стороны. Есть и белый цвет и черный. Здесь белый с одной стороны даже такой идет ажурный, что ли. В общем, цена его именно в гривнах 70 гривен. Я вот подумываю, заказать или его по 10 каталогу, либо вот эту вот водичку. Я не знаю, подскажите мне, кто может быть пробовал вот эту вот водичку. Так по ароматизированной страничке ничего вроде бы, но мне кажется, такое немного мне отдает мыльный такой запах. Не знаю, может быть, мне так показалось. Но у знакомой была такая водичка. Я ее как бы нюхала, но уже совсем не помню ее ноты. Но помню, что она мне понравилась. Вот у меня стоит выбор, либо вот эту вот водичку заказать дополнительно к моему заказу, либо вот этот вот топ. Точно еще не знаю, но мне он очень понравился. У нас в магазинах нигде я такой вот найти не могу, но иногда под некоторые футболки очень хочется одеть что-то такое вот непринужденное и без бретелек. И еще хотела показать вам водичку. Вот такой вот персив с лейл, по-моему, если я правильно произношу. Не помню точно, какого каталога эта новинка, но мне консультант дала пробник. Вначале я, когда пользовалась этим пробником, мне показалось, что аромат вообще не стойкий. Сразу скажу, мне водичка по запаху понравилась. Она довольно таки летняя, такая прохладная, можно даже сказать, именно для меня. Из-за того, что здесь преобладают нотки цитруса. Я даже сняла отзыв тоже про нее, что мне она не очень нравится. И я остаюсь при таком мнении, но она мне уже не нравится не по той причине, что она не стойкая, а по той причине, что запах очень похож на одну из водичек вот этих вот. Если помните, в прошлом году они были новинками. Вот на эту водичку Summer White, которая называется, очень похожа вот эта вот водичка персив. Когда я потестировала второй раз, водичка оказалась довольно таки стойкая. Вот я вчера на работу ею попользовалась, и она продержалась весь день. Можно сказать, 12 часов, это точно. Я ее ощущала на себе какие-то отголоски, но все равно я их ощущала. Это у нас цветочный аромат со свежими нотами. Верхняя нота это японский лимон, терпкий и насыщенно свежий акцент. Средняя нота это розовый перец, который звучит у нас с тонким и современным оттенком. И базовая нота это у нас белый чай, который успокаивает и освежает. В принципе аромат довольно таки неплохой, но отголосками, но он остается на коже или на одежде. И получается потом как-то он становится навязчивым. Не то чтобы он какой-то по ощущениям может быть неприятный, невкусный, может быть как-то, я не знаю, угнетает. Нет, но как-то он навязчивый становится и не хочется уже как-то ощущать его на себе. Так что вот такое у меня мнение сложилось по поводу водички. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова